Уважаемые слушатели, давайте разберем задачу, в которой мы найдем мощность критерия и ошибку второго рода. Итак, рассмотрим задание. Что нам дано? Мы вернемся к задаче о расфасовке хоккурузных хлопьев по коробкам и вспомним, какие там были условия. Было известно, что математическое ожидание, то есть масса, указанная на коробках, равна 368 грамм. Также известно, что дисперсия, а точнее корень из нее стандартное отклонение, равно 15 граммам. Рассмотрим 5-процентный уровень значимости α равно 005 и сформулируем нулевую альтернативную гипотезу. Нам важно в нулевой, чтобы коробки были правильно расфасованы, то есть μ должно быть равно 368. А альтернативная гипотеза нас интересует здесь одностороннее, а именно для нас страшнее недовес, чем перевес коробок. Поэтому альтернативно у нас будет ν меньше, чем 368. Но, кстати, часто пишут тогда в нулевое не равенство, а больше либо равно, потому что все, что не альтернативное, будет теперь нулевой. Что нам нужно найти? В таких условиях нам нужно найти мощность критерия и ошибку второго рода. Но для того, чтобы определить ошибку второго рода, нам нужно предположить какие-то неверные, неистинные матожидания. Ну вот давайте так и напишем. Нам нужно найти ошибку второго рода, которая называется у нас β, и мощность критерия, то есть 1 минус β. Но если известно, а в случае, когда истинное предполагается неверным и равно 360, и в пункте В у нас ν истинное будет равно 367. Вот для таких вот неверно предположенных ν. Ведь мы помним, что такое β. β – это ошибка второго рода, то есть это тот случай, когда нулевая гипотеза неверна, и мы ее не отвергаем. Вот, поэтому мы должны предположить какие-то неверные ν и, соответственно, не отвергнуть такую гипотезу. Давайте приступим к решению. Чтобы найти мощность критерия, нам нужно разобраться сначала с тем, что нам дано. А давайте нарисуем сначала график и поймем, где у нас нулевая альтернативная гипотеза. Итак, вспомним. У нас с вами нормальное распределение, у нас σ известно. У нас есть μ 368, нулевая гипотеза на равенство, и альтернативная, что это не так. Альтернативная у нас гипотеза левосторонняя, поэтому, как правило, у нас будут отрицательные значения для критерия. То есть здесь у нас будет альтернативная гипотеза, h1, а здесь будет нулевая. Наша задача сейчас с вами определить вот эту точку, которая будет разделять нулевую альтернативную гипотезу. Но если табличное значение нам известно по сути, потому что нам сказано, что α равно 0,05, если α равно 0,05, и у нас нормальное распределение, это означает, что z критическое, найденное по таблице стандартного нормального распределения, будет 1,64 приблизительно, да? 1,64. Но поскольку у нас гипотеза левосторонняя, то здесь должно быть минус 1,64. Теперь, ну это в терминах z. Давайте определим решающее правило, но в терминах не для стандартного нормального распределения относительно z, а в терминах матожидания, то есть в тех величинах, в которых изменяется у нас масса коробок. Как мы это сделаем? Сначала давайте вспомним, как вообще рассчитывается z-критерий. z-критерий мы должны рассчитать так. x-среднее, и назовем его сразу критическое, то вот решающее, которое нам нужно, минус μ от ожидания, мы должны разделить на σ, деленное на корень из n. z нам известно из таблицы. Давайте посмотрим, какому x соответствует вот это вот z. Отсюда выразим x. x-среднее, и тогда будет как определяться? Она будет определяться следующим образом. Мы должны к ню прибавить z, умноженное на σ, деленное на корень из n. Подставим сюда все значения, которые у нас есть. μ у нас 368, плюс z, это в нашем случае отрицательная величина, 1,64. Но если быть более точными, то здесь должно быть 1,64 и 5. Давайте тоже так и написать. Умножить на σ, σ у нас 15, и на корень из n. n у нас сколько? Да, кстати, об этом условии я не сказала. А n у нас равно 25 коробкам, так же, как было на лекции. Разделить на корень из 25. И если мы это посчитаем, то это окажется 363,065. Тогда можно сказать, что решающее правило будет таким. Если x меньше, чем x альфа, и x средняя l, то мы нулевую гипотезу отвергаем. Если больше, чем x средняя l, то нулевая гипотеза не отвергается. Давайте вот здесь это и запишем. Если x, а x у нас характеризует массу коробок. Больше либо равно, чем x средняя l, то h0 не отвергается. Ну а если x средняя, x точнее меньше, чем x средняя l, то h0 отвергается. Итак, мы сформулировали решающее правило. Мы теперь знаем, относительно какого веса у нас нулевая гипотеза отвергается, где, а где она не отвергается. Давайте, во-первых, выделим это наше важное значение xl. Вот, а теперь приступим непосредственно к нахождению мощности. А как мы это будем делать? Теперь вспомним, во-первых, еще раз, что это такое. Вернемся к пункту А. Нам нужно найти B, мощность. Мощность, это такая вероятность, при которой h0 не верна, но и она не отвергается. Ну а, соответственно, 1 минус β наоборот, h0 не верна, и она отвергается. Для того, чтобы понять, как решается задачка в данном случае, мы должны для новых ню, которые псевдоистенные, рассчитать критерий Z и найти площадь. Давайте это сделаем. Итак, как будет рассчитываться теперь критерий Z? Теперь мы для расчета Z берем вот это решающее правило, потому что именно эту точку нам нужно понять, какому критическому значению оно соответствует при псевдоистенном ню. Поэтому вычитаем 363,65. Вычитаем вот это вот первое ню, 360. И все это мы должны разделить на σ и на корень из n, то есть 25. А оказалось, что это значение равно 1,2. Что это значит? Давайте нарисуем это на графике. Это означает следующее. То есть теперь наше xl соответствует значению, равную 1,02. То есть вот здесь у нас лежит 1,02. Здесь находится площадь справе хвоста. Здесь вот это вот ню, равное в данном случае это для оси z 1,02. А для оси ню здесь должно быть 360. А для оси z это будет z, равное 0. Вот. А вот это значение для оси ню это будет x, средняя l, которое равно 363. Значит, что у нас будет беттой. Беттой как раз будет вот этот вот хвост, который я здесь выделила. Почему? Потому что мы сказали, что все, что находится правее xl, это область, где нулевая гипотеза не отвергается. Но при этом эта вероятность описывает, эта функция плотности описывает неверную h0, потому что здесь неправильно предложено ню. Поэтому нам нужно определить вот эту площадь. Площадь для z, равная 1,02, правее нее. Для этого мы прибегаем к таблице стандартного нормального распределения и определяем, что это значение соответствует площади 0,15, 15,36. Но можно его также с помощью компьютера определить. Соответственно, 1 минус бета, мощность критерия, будет находиться левее. область, где нулевая гипотеза отвергается, но при этом она неверна. Соответственно, 1 минус 0,15,36. Ну а теперь все то же самое делается для другого случая, когда у нас ню истинное равно 367. Тогда z здесь будет определяться аналогично. 363,365 минус 367. Все это делится на 15 и на корень из 25. И оказывается, что это равно, теперь уже отрицательное значение, минус 1,31. если мы это нарисуем на графике, теперь это будет вот здесь минус 1,31. И бета у нас оказывается теперь где правее этой точки. если мы для этой точки посмотрим значение в стандартном нормальном распределении, то окажется, что это приблизительно равно 0,90,49. Вот видим, что здесь ошибка второго рода намного больше, но что z у нас здесь принимает отрицательное значение. Но соответственно мощность критерия 1 минус бета будет находиться в левой части. Почему это так? Опять же мы определяли эту точку здесь можно дописать для случая, когда здесь у нас ν равно 367 вот здесь повыше напишем да, а если для z здесь ν соответственно z равно 0. Вот это неверная нулевая гипотеза и она у нас не отвергается правее zl а zl мы определяли в этих новых координатах вот таким образом это и есть мощность критерия вот ну соответственно что мы видим что здесь есть явная зависимость мощности ее размера от того какое мы предположили неверное истинное мат ожидания в зависимости от этого у нас разная будет мощность и разные ошибки второго рода видим что мощность оказывается меньше чем ближе нас мат ожиданий которые мы предположили неверные к нашему истинному мат ожиданию вот соответственно вот в этой задаче мы рассмотрели как оценить мощность и ошибку второго рода от до 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 до